Я смотрю, как олигарх Пригожин, вы представляете себе человека, миллиардера, близкого друга Путина, который лично ездит по тюрьмам, по зонам и вербует зэков, чтобы они шли защищать Великую Россию. Обещая им, вот если вы полгода повоюете, с вас снимут судимость. При этом, если вы погибнете, вы напишите в завещании, где вас похоронить, похоронят на аллее героев. Если в городах ваших нет аллее героев, похоронят там еще где-то, он им все это рассказывает. Это ужасное зрелище. Ну как ужасное, это забавно даже. Это смахивает на какой-то сиквел. Вы знаете, стоит человек, миллиардер, ближайший друг Путина, в окружении зэков и охраны. И рассказывает на полном серьезе, втирает людям, как им надо сложить свою голову или, значит, непонятно за что, и снять судимость. И вообще, говорит, будем расстреливать, если будете бежать, нет ничего хуже, чем дезертирство и так далее. Стоят они и все понимают. Ну хорошо, завербовали. Вот говорят, некоторые колонии их вербуют по 20%. Завербовали. Подготовили за неделю-две, как могли. Ну, во-первых, в основе своей это больные люди. Ну, физически больные люди. Долгое сидение, оно же не добавляет здоровья. Во-вторых, что там у некоторых на уме, кто его знает. В-третьих, ну давайте представим себе, они очень хотят освободиться. Очень хотят. И что, они будут лезть на украинские позиции, подвергать себя риску? Нет. Нет, они попытаются отсидеться где-то 6 месяцев тихонечко, чтобы мне их никто не трогал. Мне они никого не трогали. Поэтому это смешно. Как, знаете, у нас же был миф в советское время про 28 героев-панфиловцев. Вот там политрук был Клочков, и он сказал, велика Россия, а отступать некуда. А потом уже, после перестройки, оказалось, что никаких 28 героев-панфиловцев не было. Их придумал главный редактор газеты «Красная звезда» Ортенберг. Просто для поднятия боевого духа красноармейцев, чтобы не бежали с поля боя. Вот видите, герои какие есть. 28 героев-панфиловцев и политрук Клочков. Ну, партия же должна быть впереди. Ну, вот он сказал, он не сказал, сказал Ортенберг, велика Россия, а отступать некуда.